Добрый день, уважаемые зрители! Очередное видео по новинкам оружейного магазина, в данном случае магазин Advanced Firearms. Это магазин, где я большую часть своего оружия покупаю, потому что там оно дешевле. Ну и, соответственно, пересылаю. Ну, показываем, что здесь нового. Ну, соответственно, в магазине появился очередной SCAR, в данном случае, по-моему, тяжелый, SCAR-17. Стоит вещь дорого, честно вам скажу, по-моему, чуть меньше 3000 долларов. Дорого по американским расценкам. В магазине также появился пистолет от фирмы Ruger, калибри 22LR, мелкашка, так называемая. Дешевая такая вещь, но с длинным стволом. Очень необычная такая вот вариация полуавтомата мелкашечного. И уже с сошками. Кстати, сравнительно дешево, 300 долларов всего. Но это не для меня. Также то, что вас может заинтересовать, вот здесь у них ряд дробовиков. И посередине конвертированная в систему Bullpup Cygo 12. 12-го калибра, соответственно. Вот так вот такая вот вещь выглядит. В ней, соответственно, уже стоит барабанчик под 20 патронов. Довольно-таки необычная вещь. Я раньше такого не видел. По-моему, это комплект, который продаю для тех, кто желает взять обычную Cygo, вот как, например, вот это вот. И конвертировать под Bullpup. Кстати, вот это тоже, по-моему, Cygo. Или нет? Нет, это не Cygo. Это какая-то другая версия дробовика, с которой я совершенно не знаком. Посмотрим, что там еще дальше. Здесь просто курьез. Пистолет от АК фирмы Century International Arms. Это так называемый Micro Draco. То есть, это румынская вещь. Но никелем покрытый. То есть, он выглядит очень-очень блестящим. Вот так вот. Тут, в принципе, конечно, много еще других калашей висит. Вот здесь вот польская версия, под ней румынская почти видна. Но хотел именно показать вот на этот пистолет. К следующему у нас новинка. Один из работников магазина продает свой FAL фирмы DSA. Неплохая вещь, но цена кусается. 1850 долларов. Для меня перебор. Я все-таки хочу себе вот именно такой вот вариант. Здесь это 16-дюймовым стволом. Но здесь вот, например, ствольная коробка фрезерованная. А я хочу не штампованную, а выполненную. Там она подешевле. Версия будет там 1100 долларов. То есть, на 700 долларов дешевле. Практически то же самое. Внизу, как вы видите, здесь, по-моему, китайозный SKS. С другим ложем. И с оптикой. Ну, это ствол на любителя. Я таковым не являюсь. А вот здесь вот то, что может вас заинтересовать. Это SAIGA 12, кастомизированная для соревнований. Давайте посмотрим поближе. Камеру я использую карманную, поэтому четкость немножко пониже. Но при этом все равно можно прочитать. Что-то сделано. Russian American Arms Company. Вот это компания, которая импортировала SAIGA. Как вы видите, здесь много кастомизаций. Рукоятка пистолетная новая. Затворная оскоба улучшенная. Предохранитель другой, нестандартный. Поставлен приклад от M4. В данном случае, этот называемый RG93 приклад. Очень жесткий, очень хороший. У меня его оригинал есть. Magpul M93B. Очень хороший приклад. Считается одним из самых лучших телескопических прикладов для ARC системы M4. По жесткости и по точности. Что еще здесь у нас есть интересного? Как вы видите, здесь стоит какая-то оптика. Какая я не знаю. Я не спрашивал снимать. Здесь есть улучшенная шахта для магазина. И явно улучшенный вариант сброса этого самого магазина. Также какое-то космизированное цевье. Вот фирма RAND Targets. То есть, вот эта фирма явно космизировала данный карабин. Точнее, дробовик. Здесь улучшенный ствол. Вот такая вот вещь. Может быть, кого-то заинтересует. Это, наверное, для 3GUN используется. SIGA. Очень популярный, кстати, здесь, как и в Япри 12-м калибре. Следующий это пистолет Chris Vector. В 45-м калибре. Использует либо свои, либо ГЛОКовские магазины. ГЛОК, соответственно, 21-й. Но это именно пистолет. Никакого приклада, как вы видите, здесь нет. И вот такая вот вещь продается, как пистолет с коротким стволом. Без приклада. Если ставить приклад, то, как я уже рассказывал в других видео, это будет так называемая короткоствольная винтовка. Это еще один снимок конвертирования SIGA. Это мы уже проходили. Просто здесь я решил снять поближе. Возможно, как вы видите, здесь есть дополнительные платки Picatinny, на которых стоят стандартные прицельные приспособления. И планки Picatinny сверху. Кстати, здесь очень интересный дульный механизм, дульные устройства, которые, наверное, снимают как минимум какую-то часть отдачи. Но что это за устройство, не знаю. Может быть и компенсатор. А теперь переходим к следующему. Просто был момент, когда в магазине выкладывали старые револьверы на стол для выкладывания на аукцион. И вот здесь вот такой вот интересный револьвер кольтовский, в котором обрезали скобу спускового крючка. Спусковую скобу. Просто вот так вот кто-то обрезал. И теперь, соответственно, спуск напрямую доступен. Вот этот же револьвер. С этой стороны. И как видите, просто кто-то кастомизировал свое оружие. Напоминаю, что здесь это все легально. Просто некоторые вещи, может быть, не понять. И потом следующая вещь. Это уже Smith & Wesson M&P, то есть Military Police, по-моему. Да. Вот известный полицейский револьвер. Когда полицейские бегали еще с револьверами 38-го калибра. Вот он же с другой стороны. И получше фотография там, чтобы свет я не заслонял. Это, как понимаете, подержи наружу, но просто может быть кому-то интересно. Вот еще раз я снял этого кольта. Как вы видите, вот кольтовский мустанг на стволе. На рукоятке, извиняюсь. Или на рамке. Сложно это назвать по-разному. А теперь появилась новая вещь. Вот я наконец-то застал SIG MPX калибра 9 мм. Это пистолет, это не карабин, потому что никакого приклада нету. Ну и слой, соответственно, короткий. И мне удалось снять несколько фотографий и держать его в руках. Он уже был куплен кем-то. Хоть и, в принципе, не дешевая вещь. Там почти 1300 долларов. Но человек заказал и получил. Как вы видите, вещь очень интересная. Магазин на 30 патронов. Прицельные приспособления, которые можно складывать. Пикатини планки по всем сторонам. Возможным. И есть специальная планка. Вот их собственная здесь. Это то ли кей-мод, то ли еще что-то. Надо будет смотреть. То есть возможно устанавливать различные устройства. Оптику здесь встроено. Интересно то, что для приклада, теоретически, тоже есть планка Пикатини. То есть начали появляться приклады под планку Пикатини. Вот. Теперь решил снять поближе. То есть по управлению очень похоже на уменьшенный вариант семьи ИР-15 М4. Предохранитель для двух положений. Кнопка сброса магазина. Отверстие для выброса гильз. Соответственно, очень похоже на ИР-15. И в принципе разбирается точно так же. Вот здесь два вот этих вот пина выбиваются. Вынимаются и можно снимать верхнюю часть. Вот, соответственно, передняя часть пистолета. Интересно, что 9-мм, но все-таки уже с пламя-гасителем. И даже теоретическим компенсатором. То есть двойного устройства. Вот шахта магазина спереди. Интересно, что на ней есть нарезки. То есть удобно будет держать тоже. Ну и соответственно, я снял с двух сторон. Как видите, система действительно очень похожа на ИР-15. Только уменьшенного масштаба и увеличенного варианта по модулярности. То есть, в принципе, очень много вещей здесь можно заменить достаточно легко. Вот я сейчас показал просто, где ключом можно снять часть цвя. Вот та же фотография, но с улучшенным освещением. Как видите, Six Zaur находится в штате Нью-Хампшир. Очень хороший штат для оружия. Модель MPX. И вот общий вид слева. А теперь я попытался снять прицельное приспособление. И, кстати, здесь, как на ИР-15, вот эта вот затворная скоба. Которую надо тянуть назад, как на ИР-15. Мне вот это лично не особенно понравилось. К сожалению, мне не было разрешено трогать что-то, кроме просто подержать его в руках. То есть, прицел и мушку я поднять не мог. Так что пришлось показывать их в опущенном варианте. Вот как эта вещь выглядит сверху. Реально говоря, это я держу в одной руке. Поэтому фокус не очень хорошо получился. Вещь, кстати, очень легенькая. Там много карбона используется. Много алюминия. То есть, это не тяжелый пистолет. Вот в руке с левой стороны, как он выглядит. И с правой. К сожалению, камера сфокусировалась сзади. Но, что поделать. А вот здесь я просто попросил одного из знакомых подержать его в руках. Освещение получилось гораздо лучше. И вот просто сейчас перед вами им пройдусь. Как видите, облегченное цевьё. Короткий ствол. Увеличенная шахта для магазина. Увеличенные все всякие кнопки сброса затвора, задержки, сброса магазина. Вот та самая скоба. И вот та самая планка для теоретически затвора. А не затвора, извиняюсь, для приклада. Или что-то там монтировать. Например, крепление для перевязи. Перевязи. Следующая вещь. Появилась очередная новая версия. М4 от Бенели. Просто кто-то её уже купил очередной раз. Ну, дали снять, как говорится. И тоже ещё один знакомый подержал его в руках. А я снимал. Вот это, с моей точки зрения, лучший полуавтоматический дробовик. В данный момент состоит на вооружении корпуса морской пехоты США. Называется М1.0.1.4. Или 1014. Ну, и он же одновременно является доступным для гражданских покупок. И вот как раз тот самый вариант с кладовым телескопическим прикладом. Давайте на него посмотрим. Вот. Сейчас приклад выдвинут. Человек держит его на руках. Вот этот приклад поближе. Как видите, здесь есть возможность им управлять. И, кстати, вот эту деталь можно поворачивать как направо, так и налево. То есть, для регуляции щеки можно менять не только вертикально или горизонтально, но ещё и угол. Вот как это выглядит на всю длину. Данная версия с удлинённым магазином немножко. Есть версии покороче просто. По-моему, это стандартный М4. Есть ещё более новая версия, но я её не видел. А теперь следующая вещь для тех, кто интересуется револьверами. Появился на продажу здесь у хозяина магазина Colt Single Action Army. Вот оригинал, причём гравированный, покрытием никелем. Я, соответственно, не мог пройти мимо такого револьвера и сделал несколько фотографий. Некоторые фотографии не очень получились, но сейчас покажу, как это выглядит с другой стороны. Вот. Специально перенёс камеру на другую сторону. Видите, Colt Manufacturer Hartford Connecticut. То есть, когда они ещё в Connecticut до сих пор сидят. Сейчас, в принципе, не самое лучшее место для оружия. Вот такая вот очень красивая вещь. Давайте я поближе по нему пройдусь. К сожалению, конечно, фотография сквозь стекло не самая вещь. Про цену, кстати, говорить не буду. Я её даже просто не знаю. Но вещь будет явно очень дорогая, потому что такие револьверы не выпускаются довольно-таки давно. Ну, а следующее. Просто поснимал что-то ещё нового появилось. Вот здесь комплект от Ruger. Так называемая фармерская винтовка. Со столом и с оптикой. Здесь простейший прицел от Nikon. Сошки. Вот такая вот простая вещь для холхозников. Не знаю. Ну и здесь просто снял. Вот у них есть полка дорогих ножей. И мне удалось в этот раз взять другую камеру, которая немножко смогла его снять. И вот такой ножик складной. Тысяча за полторы долларов. Следующая я перешёл уже обратно на другую сторону магазина. Это винтовка калибра 308, то есть 7,62х51 от фирмы Primary Weapons. Моя любимая фирма, на которой у меня ничего пока нет. Это Mark 216, по-моему. 16-дюймовым стволом. Хорошим цемьём, хорошим способом. То есть, в принципе, с моей точки зрения, одна из лучших ER10 систем на данный момент. У меня, в принципе, скоро выйдет на следующей неделе видео про три самых лучших ER10, которые я мог найти. А вот это, наверное, будет номер 4. Но просто в том магазине, где я снимал, её не было. По крайней мере, на видео. Вот как она выглядит подальше. А под ней висит карабин. Так называемый фирмой GRC. Just Right Carbine. В данном случае, по-моему, под магазин от 1911. То есть, это 45-го калибра пистолетный карабин. Считается всё-таки винтовкой, не пистолетом. Потому что есть приклад и длинный ствол. Вот ещё раз поближе. PWS снял. А следующее, это то, что я себе подумал. Это вот Upper для системы ER15 от фирмы Навязки. В калибре 300 AAC Blackout. Вот то, что называется 300 AAC, либо 300 Blackout. Это именно пистолетная длина. Но очень хорошая такая вещь. Просто цена меня тоже поразила своей хорошестью, к сожалению. Очень качественная фирма. Очень качественная вещь. Но это надо ставить либо на краткоствольную винтовку, либо на пистолет. А на пистолет сейчас без прикладов, без брейс. С моей точки зрения не имеет смысла. Но калибр я всё-таки рассматриваю, как возможное приобретение. И почти последняя вещь. Там рассматривали SIG P320. Это компактная версия. У него на удивление хороший спуск. Вот из всех страйкеров, с моей точки зрения, вот только три страйкера имеет смысл сравнять по спуску. Это Wolter PPQ, HNK VP9 и SIG P320. И причём неизвестно, кто из них выйдет победителем. У меня лично только PPQ есть, но 320 её до сих пор подумаю приобрести. Потому что на удивление хороший, плавный и короткий спуск. Ну, SIG ZAUR. У них, в принципе, это очень хорошо получается на всех своих пистолетах. А здесь действительно хорошо получилось. Ну вот я не знаю, пока стоит, не стоит покупать. Может быть, возьму в тире и постреляю, если найду. А уж после этого буду брать. А то уже накупило так много чего. И на этом всё. Вот такое небольшое видео. Обзор новых вещей от магазина Advanced Farms. Если живёте во Флориде, советую в этот магазин заходить или с ними общаться. У них очень хорошие расценки. И у них очень низкая сумма по переводу оружия, так называемый transfer. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.